Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, 15 августа, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Оринфинам. Это его второе послание, стихи с 2 глава 14 стиха по 3 главу 3 стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога перед Богом во Христе». «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение второго послания апостола Павла к Коринфинам. И здесь апостол Павел продолжает риторику, о которой мы говорили в предыдущих передачах. Общаясь через письмо с Коринфинами, он пишет им о том, что, вероятно, ему предъявляют некие претензии. И как мы уже разбирали по ходу эти претензии, и вот одна из этих претензий или один из этих вопросов, таких, которые хотят задач не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы укусить, ужалить человека. И апостол Павел говорит, что тогда, раньше, в те времена, были распространены рекомендательные письма от одной церкви к другой. И апостол Павел, его упрекают, его оппоненты, с кем он спорит, лжеапостолы в том, что он не имеет такого письма. И апостол Павел пишет, а зачем, собственно, нужны мне эти письма? Зачем нужно мне письмо одобрительное от какой-то другой церкви к вам? Или же письмо одобрительное по отношению ко мне из вашей же общины Коринфа? И он говорит, что вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. И, конечно же, то, что произошло в общине Коринфа, то, что произошло в сердцах Коринфян, конечно же, оно свидетельствует о действии Бога лучше какого-либо письма. И это действие Бога произошло в результате проповеди апостола Павла. Поэтому само присутствие церкви и само присутствие верующих людей во Христа в Коринфе есть лучшая рекомендация и лучшее письмо. Поэтому апостол Павел здесь начинает некую такую развивать аллегорию письма, уподобляя христиан города Коринфа именно этому письму. Но любое письмо имеет в себе три составные вещи. Во-первых, это материал для письма, то есть бумага. И такой бумагой являлись христиане Коринфа, ну, до этого просто Коринфяне, еще до проповеди о Христе, до того, как они крестились и приняли весть о воскресшем Господе. Во-первых, это бумага. Во-вторых, это чернила, то есть это средство, которым записывают, это материал, которым записывают это чернила. Это необходимый атрибут любого письма, технические элементы. И, конечно же, это воля, это мысли того человека, который записывает это письмо. Это три составляющие письма, и, как мы уже с вами только что сказали, письмо, то есть бумага, это есть Коринфяне. Кто же тогда чернила? А чернила — это апостол Павел. И кто же тогда тот человек или та личность, будет вернее сказать, которая пишет? А это есть Бог. И в третьем стихе как раз-таки апостол Павел развивает это сравнение, этот образ. Он звучит так. «Вы показываете собой, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не черниблами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Итак, апостол Павел, и нужно помнить о том, что сейчас мы сами пишем собственноручно письма, а раньше письма надиктовывались, и существовал целый институт писцов. И так вот апостол Павел говорит, что он есть этот писарь, этот человек, который записывает, записывает за Богом, и он есть всего лишь орудие в руках Бога, который пишет историю церкви на сердцах людей. И здесь, конечно же, дальше апостол Павел будет развивать этот образ, и будет развивать его в контексте разницы заветов, разницы образов заветов. Потому что раньше завет заключался как нечто внешнее, и мы помним, что завет записывался на скрижалях каменных. Синайский завет. Конечно же, мы должны понимать, что важность этого завета, и что здесь нет как такового внутреннего антологического сущностного противоречия, но глубина, глубина реализации этого завета гораздо глубже в Новом Завете, она гораздо больше раскрывается. «Не нарушить я пришел, но исполнить», — говорит Господь Иисус Христос. И, конечно же, в Иисусе Христе, в Господе нашем, явилось все исполнение закона. А исполнение значит правильное истолкование. Именно в Евангелии, именно в Церкви мы имеем полное исполнение закона Моисея и вообще закона Божия. И, таким образом, здесь мы видим, что, как пишет апостол Павел, уже не чернилами, образно говоря, не на скрижалях, не на каком-то материале внешнем по отношению к человеку записывается закон. Закон не внешний, он не ограничивает человека, но он гармонично входит в человека. И пишется не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Таким образом, вера во Христа должна отпечататься на нашем сердце. Как это прекрасно звучит в предании Церкви о святом Игнатии Богоносце. В Церкви существует такое предание, что когда Игнатия Богоносца убили и достали его сердце, на нем было написано слово «Бог», Иисус Христос. И, конечно же, это не имеет своего отношения к действительному церковному преданию. Это, скажем так, образ, некий образ. Действительно, святого Игнатия Богоносца его растерзали, его убили, но ничего подобного не было. Но этот образ как раз-таки ярко раскрывает нам сущность христианской веры. О том, что Иисус Христос, имя Христа, образ Креста Господня должен отпечататься на нашем сердце прежде всего. И вера в Бога — это должно быть не нечто внешнее, которое отстоит от нас, а нечто внутреннее, которое находится в нас. Об этом говорит апостол Павел. Дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что, когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Господь с Его стороны обращается к нам и снисходит в наши сердца. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...